Теперь уже тяжко выявить, но некогда Октябрьский зоопарк начинался за одного дека. Сегодня тут около 180, живел больше 80 видов. Некогда, правда, на зиму пришлось перевести у теплой вольеры, но на видовочность новогоднего подорожа это не поуплывало. Вот тут как, там алтайский морал, а там канадский волк. Сейчас это не просто годованцы Октябрьского зоопарка. Разом с Дедом Морозом и Снягуркой я напоминаю все дело у дековом новогоднем подорожа. Вот традиционную зимовую спяжку не лег на вот медведь. Работники зоопарка жартуют, коли кожный день смачная ежа у достатковой колькости. Кто от такого отмовится? Умовы утромани тут хоть и наближены до природных, але все-таки зоопарк далеко не дикий лес. Почас экскурсии Дед Мороз со Снягуркой расскажут про кожную живелу. Коли планы реализуются, в наступном годе их кофе до речи повинно повеличиться. В Минском зоопарке мы буквально на днях приобрели европейских ланей. Ну и в перспективе сейчас планируем приобрести пятнистого оленя в Могилевском зоосаде. У новогоднего подорожа по зоопарку свои особливости. Да вольеру зусим близко не подыходит, да живем не докранаться. И не у яким рази не спробовать их кормить. Дед Мороз котиказочный, але за выкананием гэтых правил назираю строго. Правда, дети особливых проблем не створают. Для их гэта перш за все. Сустреча со светом живой природы и героями любимых мультфильмов. Мне очень понравились волк и медведь. Они очень классные и они очень умные. Мне больше понравились белочка, лисичка и кроники. А мне понравилась лиса, потому что она в каждом мультике участвует. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», городский поселок Октябрьский.